всем привет мы снова с вами на канале один выстрел на цель и сегодня будет вот такой небольшой обзорчик по пистолету grand power t12 fm1 то есть модернизированный т12 ну что ж на первый взгляд так смотрим на первый взгляд принципе все тоже это 12 то есть посмотрев его визуально вокруг принципе я различий не нашел то есть все тоже пистолетная рукоятка возможно может быть какие-нибудь полосочки были изменены что не с не столь важно все та же скоба технополимер то есть ствольная коробка технополимер и заторная рама соответственно стальная все та же рейка здесь на которую можно виверовская на которой можно установить или тактический фонарь или лцу если того требует ситуация в общем то на мой взгляд все те же прицельные приспособления вся та же затворная задержка то есть тот же спусковой крючок тот же предохранитель который все также когда спусковой крючок не взведен соответственно предохранитель не ставится то есть делаем предзвод то есть его принцип работы вот тогда он ставится на предохранитель или полностью взводе в боевой режим соответственно тоже ставится на предохранитель принципе визуально отличие я не нашел какие же все таки у него произошли ну в чем его модернизация так разборка все та же отводим аккуратненько предохранитель вот этот предохранитель скобу соответственно смотреть не нужно разрывать пистолет на две части вот так тянуть их в разные стороны со всей дури достаточно упереться указательным пальцем предохранитель скобу а указать вот этим большим упереться в пистолет соответственно такой будет щелчок небольшой она конечно достаточно но не не сразу не легко выскочит нужно приложить усилия то есть вот такие раз щелчок и аккуратненько потянув чуть-чуть всего лишь чуть-чуть соответственно снимаем зато вы всегда можете облегчить себе снятие затворной рамы если вы перед этим соответственно сдете курок до конца в боевой режим так будет полегче снимать так смотрим что же все таки бросается на первый взгляд сразу же ну конечно же обратим внимание именно на ствол сразу видно что отсутствие каннелюров продольных которые раньше были на старом стволе соответственно старом стволе их было насколько я помню три штуки и соответственно нижние было самое глубокое что в общем то не ну далеко не всегда положительно сказывалась на прочность самого ствола если вдруг тоже фрезеровщик там или там может быть компьютер делать или еще что то кто-то с ними больше чем нужно или материал будет в этом месте с каким-то дефектом то были случаи когда рвал в общем-то было разрых ствола здесь смотрим каннелюров больше нет конечно же да с этим пистолетом на войну никто не пойдет и полить из него не будет так что он покраснеет так как все-таки каннелюра не служит хорошую роль на стволе если их правильно сделать то есть этой прочность самого ствола увеличивается и соответственно охлаждение самого ствола ну собственно вес убавляется ну и так скажем из та же самая эстетика вот здесь их убрали в общем-то это сказалось положительно на долговечности самого ствола в общем-то чуть хуже будет охлаждаться вот но как говорится если где-то прибыло значит где-то убыл где же все-таки здесь убыл давайте заглянем во внутрь ствола сразу видим что на первый взгляд не знаю насколько хорошо видно вот но видно вот эту сверху перегородка и снизу чуть поменьше они стоят на разных расстояниях вот конечно же да вот вспоминаем другие перегородки на тоже хорхи там вообще перекрывал полоса что даже шампуру туда почистить невозможно было шампур говорит чистящий ерш постоянно приходилось чистить двух сторон здесь соответственно мы видим ствол вот конечно не такие здоровенные эти перегородки но все же они имеются и еще то есть здесь идет идет патроник потом сразу плавно переходит сужение ствола идет дальше и еще одно сужение ствола той знаете такой это к пирамидкой сейчас я попытаюсь нарисовать чтобы было более понятно то есть рисуем ствол то есть вот он сейчас я конечно из меня художник не сильно хорошие вот но получается то есть вот так вот здесь идет то есть заходит патрон идет потом идет небольшое сужение вот так потом идет опять ствол идет опять сужение и в общем то вот конечно получил за все криво но то есть вот идет патроник потом идет сужение ствола вот вот в этом месте потом опять идет стол опять произошло сужение небольшой то есть там плавный переход и уже до конца идет ствол то есть ну и плюс сами здесь снизу и там сверху на разных расстояниях идут вот эти перегородки то есть два сужения ствола идут друг за другом то есть меньшую сторону еще раз меньшую и соответственно две перегородки сейчас вот я возьму фонарик попробую вот так посвятить чтобы было лучше понятно то есть вот видим вот эти переходы тень отображается первый второй там дальше идет нижняя перегородка и сверху перегородка попробуем с этой стороны посмотреть в общем то с этой стороны хуже видно с этой стороны вот так сейчас я вам его покручу вы посмотрите со всех сторон то есть это же направляющие возвратной пружины вот такая пружинка то есть вот так поближе посмотрим со всех сторон сам курок здесь где патронник заход в него так ну и сама соответственно затворная рама то есть вот он грамм пауэр т12 fm1 ну и соответственно здесь так в общем то изменение других я здесь не заметил так что интересно при сборке то есть аккуратненько возвратную пружину надеваем вот сюда заправляемые также указательным пальцем упираемся за защитную скобу и большим пальцем в ствольную коробку ну и соответственно тихонько чуть-чуть и оттянули чуть-чуть вот смотрите затворная рама встала у нас и никуда не двигать сразу там может возникнуть паника что что-то тут в клин нет на самом деле паниковать не стоит то есть достаточно отвести чуть-чуть назад приезжать ее к ствольной коробке и соответственно все затворная рама заходит еще разочек то есть раз вот она все ведь она ни в какую не хочет паниковать не стоит то есть все так же оттягиваем держим чуть-чуть приезжали тянули назад приезжали раз все она зашла то есть если вдруг она вас не заходит значит вы немножечко не так делайте еще разочек отводим до конца вот она нас не встает соответственно чуть-чуть отвели приезжали и все она зашла и также аккуратненько защитную скобу защелкнули все не надо вот так ласкать то есть есть холостой спуск то есть это мы курок жмем вниз до конца нажимаем спусковой крючок не отпуская спускового крючка отпускаем аккуратненько курок отпускаем крючок то есть вот такой классный спуск вот такой вот был сегодня обзор по пистолету grand power т12 fm1 калибр 10 28 посмотрели в чем было его изменения да конечно если у кого была уже возможность пострелять такого пистолета и сравнить его со старым пожалуйста напишите нам расскажите все-таки повлияло ли на кучность вот эти перегородочки снизилась ли мощность у него то есть будет внимать мы как бы ну с удовольствием все это почитаем и посмотрим ну в общем то все спасибо всем огромное спасибо вам подписчики за ваши подписки за ваши просмотры и до новых встреч всем пока